Эти существа собираются нас убить, мы убьём их, сука, первыми! Здарова, братаны, вы на канале Дювплей, меня зовут Евгений, и сегодня мы продолжаем проходить Ангеломику. Название я всё равно ещё не могу выговорить нормально, так что погнали! И как дать ему отпор? В прошлый раз я услышал только писк в ушах, а затем отключился это про пионера, если кто уже не помнит. Нужно сконцентрироваться на происходящем, а не дать себе потерять сознание. А Мику? Я не думаю, что пионер попытается с ней что-то сделать. Ведь главная его цель-то, он получал приказ уничтожить тебя. Тогда почему он сразу не мог убить меня? Не знаю, наверное, он просто издевается. Играет с тобой, как кошка с мышью. Ладно, когда нужно будет выдвигаться? Юля вам сообщит. Бля, пасипки. Мы опять выпали из мешка и оказались в столовой. Мику, я думаю, тебе не стоит ходить со мной. Даже и не думай, я тебя не прошу. Анатолий говорил, что тебе ничего не грозит. Но я все-таки боюсь за тебя. Помирать так вместе, Сема? Какая она милашная. Я вздохнул и продолжил есть. Поужинав, мы вышли из столовой и пошли в сторону домика Мику. В домике опять никого не было. Я заприметил на полке фонарик. Взял его и убрал в карман. Ну что, опять книгу почитаем? Давай просто поваляемся. Ночью все равно ведь... Ночью ведь все равно не поспим. И то верно. Я лег и отвернулся к стене. Мику обняла меня и уткнулась носом в плечо. Мы задремали. Пионер отправил нарушителя вместе с одной из кукол в другой мир. Они вернулись, но теперь, кажется, они больше не собираются в лабораторию. Чем лучше, но приказ все равно один. Уничтожить. Они сейчас спят в домике. Отправить пионера туда? Да, отправляйте. Пусть только он сделает. Все тихо. Без шума и пыли. О, черт. Ты все слышал, Семен? Немедленно проснись и отправляйся с Мику в катакомбы, иначе он убьет вас. Понял, Юля, уже выдвигаемся. Я проснулся и растолкал Мику. Проснись, нам нужно уходить. Пионер уже идет за нами. Что? Зачем он? Вопросы потом. Нам нужно в старый лагерь. Скорее. Мы вскочили с кровати и выбежали из домика. Стояла непроглядная ночь. Мне нужно кое-что взять и... Взять около медпункта. Пошли туда. В окнах здания медпункта горел свет. Виола, судя по всему, все еще была там. Пригнись сейчас! Я прокрался под окнами, поднял половицу на крыльце и достал оттуда аптечку. Уходим. Мы, стараясь сильно не шуметь, пошли через лес к зданию старого лагеря. Выйдя из очередных кустов, перед нами предстало то самое здание, только в темноте, еще более жуткое. Мы вошли внутрь. Фонарик осветил облупившуюся штукатурку и кучу разных вещей на полу. Сломанная мебель, детские игрушки. Посветив угол, я обнаружил люк. Мику, помоги! Мы совместными усилиями сдвинули люк. Под ним была железная лестница. Внизу нашему взору открылся длинный коридор, оканчивающийся дверью с вентилем. Дойдя до нее, я с натугой повернул вентиль, и мы вошли внутрь. За дверью оказался старый бункер. Судя по внешнему порядку, сюда никто раньше не заходил. Появился противный писк в ушах. Вот черт, как он оказался здесь? Он же должен был искать нас в лагере. Я оперся о стену и тряхнул головой. Концентрироваться на происходящем. Мику сползла по стене. Судя по всему, она потеряла сознание. О, я вижу, ты пытаешься сопротивляться. Это тебе не поможет. Я почувствовал удар по голове. Нет, он не был физическим, но он был вполне ощутимым. Сдавайся, ты обречен! Меня как будто вжали в стену. В стену! Мне стало трудно дышать. Пионер захохотал. Окружающие предметы размылись, и я потерял сознание. Я оказался в каком-то темном помещении. Мику! Ты здесь? Сёма? Где мы? Что происходит? Да не знаю я, но нужно выбираться отсюда нахуй! Как оказалось, мы были в каком-то сарае. Когда мы выбрались, стало понятно, что мы всё ещё в совёнке, но он стал как-то странно тих и пустынен. Вокруг было темно. Площадь была абсолютно пуста. Пройдя по аллее и зайдя в несколько домиков, мы поняли, что лагерь абсолютно безлюден. Сёмочка! Мне страшно! Мику, успокойся! Пионер ничего не сможет нам сделать! Юля нас обязательно вытащит! Слышишь? Нужно только подождать! Вдруг послышался шорох и в кустах, и из них вылезла Ульяна. Ульяна! Ты чё здесь делаешь? Это было не Ульяна, это было существо, похожее на Ульяну. В свете луны я увидел, что на теле у него виднеются трупные пятна. Я схватил Мику за руку и побежал. В темноте ничего не было видно, но кажется, мы были в лесу. Через некоторое время мы выбежали к старому лагерю. Да ёбананах! Там была целая толпа этих существ. Озираясь по сторонам, я всё-таки нашёл взглядом люк и залез в него. Добежав до герма двери, я крутанул вентиль и открыл её. Забежав внутрь и потянув дверь на себя, я наглухо закрыл дверь убежища. Фух! Можно передохнуть. Заприметив зелёный ящик под кроватью, я потянулся туда и вытащил его. На полу валялась монтировка, поэтому, недолго думая, я вскрыл ящик. В нём я увидел то, что нам сейчас нужно больше всего. В ящике лежал автомат Калашникова с 74-й модели. Пошарив под кроватью, я нашёл ещё три магазина по 30 патронов. Теперь можно попытаться выжить. Ты собираешься... Да, Мику. Эти существа собираются нас убить. Мы убьём их, сука, первыми. О, Генда без головы. Мы нашли в катакомбах лестницу наверх. Поднявшись, мы поняли, что она ведёт на площадь. Потому что кругом было тихо... Пока что кругом было тихо. Но я увидел, как к нам двигалось... Двигалось... Одно существо. Она заметила нас и протяжно завыла. Чёрт! Дёрнув затвор, я послал ему пулю в голову. Теперь нас услышали уже все. Мику, беги отсюда как можно быстрее на стоянку. Возможно, там кто-то проедет. А ты... А я тебя прикрою. Мику зарыдала. Беги! Беги, Форест, беги! Ну или как в страшном кино. Беги, шлюха, беги! Я толкнул её от тебя и расстрелял... Расстрелял очередью из автомата первых существ. Мику всё же послушала меня и побежала к стоянке. Возможно, получится выиграть время. Я пустил ещё одну очередь в уже более большую толпу этих тварей. Мне пизда. Но я, может быть, хотя бы спас Мику. За этой толпой прибежала ещё одна и ещё. Первый магазин быстро опустел. Я уже стрелял без перерыва. Существ прибывало всё больше и больше с каждым выстрелом. Вот и последний магазин пустеет. Моя смерть будет долгой и мучительной. На миг, может быть, успела убежать. Я услышал грохот крупнокалиберного пулемёта. Толпа существ резко поредела. Это чё ещё за нахуй? Услышав свист ракеты, я кинулся на землю. Близкий взрыв закидал меня землёй. Джонни, я не чувствую ног! Так, существа стали отступать. Их становилось всё меньше. А, бля! Я обернулся. Над площадью завис Ми-24. Когда он снизился, я побежал к нему навстречу. В десантном отсеке я увидел Мику и четырёх военных. Какого хуя? Мику? Разве я могла тебя бросить? Как ты нашла поддержку? Я выбежала на стоянку, услышала стрёкот, подняла голову и увидела вертолёт. Я замахала руками и закричала. Меня заметили, и вертолёт начал снижаться. Я обратился к военным. Как вы тут оказались? Кто вы? На вопрос ответил худощавый парень с залысинами. Мы первая экспериментальная группа по межевременному реагированию. С ГМВР. Во время очередного опыта по переходу во времени у нашего вертолёта с пространственно-временным двигателем сбились данные о нашем местоположении, и мы застряли здесь. Вы не сможете подсказать точную дату и место? Тогда мы сможем вернуться в наше время. Вспомнив календарь в одном из домов, я ответил. Сейчас 15 августа 1987 года. Место пионерлагерь Савёнок. Парень кивнул и продиктовал данные пилоту вертолёта. Пилот проверил по компьютеру данные и ответил. Командир, всё верно. Можем отправляться в наше время прямо сейчас. Ох, большое вам спасибо. Без вас мы бы таки остались здесь. Можно узнать ваши имена? Я Семён, а девушка со мной Мику. Ко мне обращайтесь как к полковнику Стрелкову. Вон тот с флагом на плече. Майор Дегтярь. Пилот вертолёта. Сержант Клыков. Бортстрелок. Ефрейтор Духов. Полковник, отправка в наш мир через 5 секунд. Приготовьтесь. Советую держаться за что-нибудь. Тряхнёт неслабо. Удар. Меня окутала темнота. Ииии... Бля. Мы с Мику очнулись в катакомбах под лагерем. В том же месте, откуда и попали в тот мир. Только пионера рядом не было. Так. Нам нужно уничтожить эту установку как можно скорее. Анатолий ничего не говорил про то, где она находится. Нет, наверное, она находится в шахте. Идём туда. Я вспомнил про ящик и опять открыл его. Там всё так же лежал автомат. Неподалёку лежал ещё один ящик с надписью «Взрывоопасно». Внутри лежала связка динамита. Я тут подумал. Может, тебе лучше вернуться в лагерь. Я боюсь за тебя. Я решила идти с тобой. Значит, я буду с тобой. До конца. Будь осторожна. Если вдруг пионер опять вздумает что-то сделать, беги. Ну уж нет. Второй раз бросать тебя в опасности я точно не собираюсь. Мику! Я всё сказала! Понимая, что отговорить её невозможно, я решил всё-таки продолжить наш путь. Двигаясь по тёмному коридору, мы увидели дыру в полу и посветили туда фонарём. Нихуя не видно! Дай руку. Я взял Мику за руку и мы стали медленно спускаться вниз. Под коридором оказалась старая угольная шахта. Угольная шахта. Мы прошли по ней вперёд и увидели развелку. И куда же идти? Давай направо. Мы повернули направо и увидели ещё одну развелку. Ну, на этот раз пойдём налево. Пройдя по левому проходу, мы увидели ещё одну развелку. Да сколько же их, сука, тут? Эх, ладно, пошли опять направо. Так продолжалось несколько раз. Да где же эта, сука, грёбаная установка? Возвращаемся. Категория помещения, класс зоны. Б-4-П-2-А. Мы пошли назад, но никаких развелок не увидели. Пройдя немного, мы заметили дверь с табличкой «Испытательная лаборатория». Наверное, это здесь. Я толкнул дверь, но она оказалась заперта. Бля, придётся пошуметь. Я передёрнул затвор автомата и выстрелил по замку, а затем выломал дверь прикладом. Николай Соболев. За дверью оказалась практически белоснежная комната с кучей разнообразных приборов. На столах стояли компьютеры футуристического дизайна. Рядом была дверь. Через окно в стене было видно несколько стеллажей, на которых стояли приборы. От них отходило много проводов. Судя по всему, это была серверная, которая и управляла защитной установкой. Я взял в руки динамит, прошёл в комнату и заложил его под один из стеллажей. Поджигая фитиль, я крикнул Мику. Уходим! Чё, так просто? Там даже никого не оказалось? Какого хуя? Мы выбежали из комнаты и рванули по тоннелю. Прогремел взрыв. Мы повалились на землю. Сзади тоннель, сзади обрушился. Появился уже знакомый противный песк в ушах, и я услышал всё тот же сволочный голос. «Семён! Ты думаешь, что уничтожив защитную установку, ты победил?» Затем последовала ужасная головная боль, и я был не в силах подняться. Мику лежала рядом почти без сознания. Автомат валялся в двух метрах от меня. «Я заставлю тебя страдать, Семён!» Он достал пистолет. Я изо всех сил... Изо всех оставшихся сил рванулся и ударил его по лицу. Ему было плевать. Он оглушил меня ещё одним ментальным ударом. Из носа пошла кровь. «Но я не убью тебя, нет!» «Это, бля, чё за битвы Иксманов?» «Я сделаю, конечно, похуже!» «Я сведу тебя с ума, сделаю таким же, как я сам!» Взвесив пистолет в руке, он направил его на мигу. В последний момент я попытался ударить его. Прозвучал выстрел. «Всё окончено, Семён!» «Однушку уже разлило масло, тебе пороват!» Меня прижало к земле. Я уже перестал видеть происходящее и почти потерял сознание. «Сейчас ты у меня берлиозом станешь, гнида!» Я всё-таки дотянулся до автомата и выпустил очередь в его сторону. «Да он же призрак, ему как бы похуй, нет?» Послышался звук падающего тела. Меня отпустило. «Ну ладно». Я обернулся. Мику лежала на полу, зажав рану на животе. «Чёрт! Мику!» Я повесил за спину автомат и подбежал к ней. Осмотрел рану. Этот ублюдок всё-таки попал. Пуля засела в животе. Причём, судя по всему, задела крупный кровеносный сосуд. Кровь лилась очень сильно. Я открыл аптечку. Так, пулю лучше не вытаскивать. Это только усилит кровотечение. Я обработал рану, насколько это возможно. Смочил бинт в спирте и перевязал место ранения. «Ай!» «Терпи, милая, сейчас!» Взяв Мику на руки, я побежал по тоннелю. Вскоре моему взгляду открылся проход наверх. Весь лагерь казался безлюдным. Я добежал до медпункта, но не встретил ни одной живой души. Я забарабанил в дверь и крикнул. «Откройте!» Ответом мне было молчание. Я заглянул в окно, но никого не увидел. «Да где все?» Зная, что около столовой стоит старенькая «Волга», я побежал туда. Подбежав к машине, я выбив стекло, открыл дверь. Посадив Мику на пассажирское сиденье, я сел на место водителя. Оторвав панель замка зажигания и закоротив провода, машина завелась. Сейчас, Мику, только держись. И на этом моменте у нас выпуск заканчивается. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok